Библиотека имени Николая Кузьмича Жирнакова представляет обзор самого известного произведения Джона Голсуорси «Сага о форсайтах». Не теряйте чувство юмора. Юмор для человека – то же, что аромат для розы, говорил английский писатель и драматург, создатель пэн-клуба, автор саги о форсайтах, нобелевский лауреат Джон Голсуорси. Он родился в 1867 году в графстве Суррей в семье аристократов. Единственный сын богатого юриста учился в привилегированной школе, а затем в Оксфордском университете. Получив диплом адвоката, Голсуорси, вопреки воле отца, так и не занялся юридической практикой, предпочитая жить в свое удовольствие, много читать и странствовать. 14 августа исполнится 155 лет со дня рождения Джона Голсуорси. Молодой аристократ Джон Голсуорси зачитывался Диккенсом, чекерием, высоко ценил русского писателя Ивана Туркенева. Во время одной из поездок на рейси из Австралии Джон встретил никому еще неизвестного будущего писателя Джосефа Кондрата, который в то время служил помощником капитана. Молодые люди быстро подружились. Эта встреча оказалась судьбоносной для самого Кондрата, так как Джон Голсуорси убедил его опубликовать свои рассказы. Ну а для самого Джона Голсуорси путь к мировой известности, который принесли ему романы о форсайтах, был труден. И главная трудность была, пожалуй, в том, что он сам принадлежал к семье форсайтовского типа. Ему пришлось преодолеть предубеждения в среде своих близких и в себе самом. Прежде всего для того, чтобы отказаться от респектабельной карьеры адвоката и избрать сомнительную в глазах его отца профессию писателя. Именно в своей семье Джон Голсуорси нашел прототипы форсайта. И самое первое произведение, посвященное этому семейству, это небольшая новелла «Спасение Форсайта». А потом уже идет грандиозный масштабный роман «Собственник», который вышел в 1906 году. Чтобы понять весь мысль того, о чем хотел рассказать нам Джон Голсуорси, нужно читать эту сагу строго по порядку. Сначала новелла «Спасение Форсайта», потом роман «Собственник», небольшая интерлюдия «Последнее лето Форсайта». Следом идет роман «В петле», интерлюдия «Пробуждение», роман «Сдается в наем», а потом нужно прочитать сборник рассказов о Форсайской бирже. Далее нужно продолжить сагу о Форсайса чтением цикла произведений под общим названием «Современная комедия». И завершает эту сагу трилогия «Конец главы». История семейства Форсайта создавалась с 1906 по 1921 год. Основной темой романов является жизнь социальных классов. Автор симпатизирует своим героям, но не может не говорить об их снобизме, жадности, даже аморальности. Большинство этих качеств было характерно высшему слою того времени. А как известно, Джон Коусоросе принадлежал к этому классу людей. Сам писатель, фотографии которого печатали во всех лондонских газетах после выхода этих произведений, этой саги, первым поставил под сомнение идеалы современного общества. Джон Коусоросе написал о трех поколениях семьи Форсайтов, многое берет из личной жизни и судьбе окружающих его людей. Вот как говорит сам автор в предисловии к саге о Форсайтах. Название сага о Форсайтах предназначалось в свое время для той ее части, которая известна теперь как собственник. И то, что я дал его всей хронике семьи Форсайств, свидетельствует о чисто форсайской цепкости, присущей всем нам. Против слова «сага» можно возражать на том основании, что в нем заключено понятие героизма, а героического на этих страницах мало. В 1932 году именно за это крупномасштабное, грандиозное произведение Джон Голсоросе получил Нобильскую премию по литературе. В Октябрьской библиотеке имени Николая Кузьмича Женакова представлен большой спектр произведений Джон Голсорст, не только сага о Форсайтах. Будем рады видеть вас в стенах нашей библиотеки. Приятного вам чтения!